Нам посчастливилось принять участие в операции, которая длилась без малого 79 лет, а именно столько исполнится со дня гибели теплохода Армении осенью этого года. Найти удалось благодаря системной работе наших вооруженных сил, которые в течение многих лет методично прочесывали квадрат за квадратом. В результате нашли вначале магнитную аномалию, потом подтвердили, что там действительно есть какой-то большой объект на дне гидролокаторами. Ну и сейчас нас пригласили принять участие уже в завершающем этапе, а именно до поиска, обследования и идентификации объекта. На самом деле сложная задача была, поскольку любая-любая работа на глубине полтора километра требует предельной концентрации, сосредоточенности и высочайшего уровня навыков. Практически сразу стало понятно, что это именно то, что мы ищем. Во-первых, типоразмеры, характерный размер и форма надстройки, которая у Армении составляла практически две трети, а то и больше, от общей длины. Мы нашли на носу корабельный колокол, он же Рында, на котором просто-таки выбито название транспортного судна. Ошибка здесь исключена абсолютно. Она на дне лежит практически идеально на ровном киле. Наиболее часто встречающаяся версия о том, что была торпедирована одиночным самолетом, который выпустил две торпеды, одна из них попала в носовую часть. Так вот, мы теперь уже аргументированно можем сказать, что это было не совсем так. Корпус, обводы корпуса абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается. И при этом ее верхняя часть и центральная часть надстройки очень сильно разрушены. И в один из первых проходов мимо Армении, что мы нашли, это машинный телеграф, лежащий на палубе в носу, который по-хорошему, это, скорее всего, был швартовочный машинный телеграф, он должен был находиться на ходовом мостике в левой части, из чего мы, еще даже не дойдя до ходового мостика, сделали предположение, что, скорее всего, он очень сильно разрушен. А такие разрушения характерны для бомбардировки с воздуха. Действительно, одна из версий, опять же, встречающаяся, со слов очевидцев, что Армения была атакована звеном из четырех самолетов, которые сбросили бомбы в ее среднюю часть. А аргументированно можем сказать, что теплоход находится на грунте одним фрагментом. Но тонул он действительно быстро, и об этом свидетельствует и характер повреждений, и тот факт, что достаточное количество иллюминаторов было не разбито, не осталось в своих оправах, а было просто-таки вдавлено внутрь. Такое характерно, опять же, для быстрого затопления судна. Так что, в целом, можно считать, что задача, которая настояла на этот выход, она выполнена на все пять баллов.